В одном из домов на улице Серова трое молодых людей, как говорят материалы дела, ворвались в квартиру пенсионера и потребовали у его дочери вернуть им мобильный телефон, который она якобы украла. Девушка отказалась. Соседи по лестничной клетке рассказали, что с пенсионером знакомы уже около трех лет. В квартире он живет один, но несколько раз в неделю к нему приходила младшая дочь. Как выяснилось, визитом родственницы пожилой мужчина был не рад. Она стучалась просто в дверь, он ей не открывал. Вот и все. Скандал, чтобы он выходил с ней и ругались. Я не видела этого. По словам местных жителей, обычно они видели девушку в компании одного или двух молодых людей, чаще всего в нетрезвом виде. Как рассказали в следственном комитете, в день преступления пожилой отец все же пустил дочку домой. Вслед за ней вошли еще несколько человек. Со слов одного из них, незадолго до трагедии, он распивал спиртные напитки в компании потерпевшей. И в дальнейшем обнаружил, что у него пропал мобильный телефон. Решив, что его похитила женщина вместе с группой своих знакомых, он отправился на ее поиски. И проникнув в квартиру вместе с своим знакомым, они принялись избивать потерпевших и требовали, чтобы им вернули мобильный. Когда приехавшие медики госпитализировали пострадавших, оба были в тяжелом состоянии. Самые серьезные травмы получила девушка. Она жива была, но состояние у нее, знаете, какое было, голова у нее так на бок была, то есть тяжелая. Спустя несколько часов девушка скончалась в больнице. Подозреваемых удалось задержать на следующий день. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье убийства. Свою вину они признали частично. По подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера, полицейские задержали 58-летнего казанца. Преступление произошло в лесопосадке Новосавиновского района. Как следует из показаний потерпевшей, мужчина повалил ее на землю и пригрозил убийством. Ранен судимый вы? Да. По каким статьям? По однородной. Как установили следователи, мужчине уже не впервой находиться за решеткой. Из своих 58 лет он провел в колонии почти 30. Последнее время зарабатывал на жизнь, подметая дворы. В очередной раз приступить закон он решил в одной из городских лесопосадок. Девушка сообщила, что находясь в лесопосадке Новосавиновского района, подверглась нападению со стороны неизвестного мужчины. По словам пострадавшей, дворник надругался над ней. Увидев в какой-то момент прохожих, мужчина поднял девушку с земли и даже прошел с ней несколько метров, попутно угрожая убийством. Как только ей удалось вырваться, она немедленно обратилась в полицию. Последний раз он освободился в 2011 году, где отбывал наказание за аналогичное преступление. Судом по ходатайству следовательства в отношении мужчины с больным мероприщением в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование дел продолжается. 18-летнюю девушку едва не изнасиловали в подъезде новостройки на улице Сибгата Хакима. Пострадавшая рассказала, что ЧП произошло на одном из этажей, когда она зашла в лифт. Следом забежал неизвестный мужчина, а его намерение трактовать следовало однозначно. Девушка смогла вытолкнуть нападавшего, а сама спустилась вниз и побежала за помощью к охранникам рядом расположенной многоярусной парковки. Сотрудники охраны вызвали полицейских. Стражи порядка подъехали через несколько минут, но мужчина успел убежать. Дворы в новостройках оборудованы многочисленными камерами видеонаблюдения. Возможно, по этим записям удастся установить его личность. Во дворе на улице Зоргий очевидцы заметили водителя, который с проезжей части пытался заехать в жилую зону. Мужчина едва не задел припаркованные машины, а остановившись, тут же уснул. Когда мужчина проснулся и начал уезжать с дворовой дороги, он вообще не видел, что творится впереди. Даже патрульный автомобиль, подъехавший вплотную, он заметил в самый последний момент и едва в него не врезался. Инспекторы, естественно, сразу отстранили неадекватного человека от руля. Хотя мужчина даже едва мог держаться на ногах, тем не менее продолжал утверждать, что абсолютно трезв. И он не понимает, что от него хотят стражи порядка. А машина-то вам принадлежит, да? Нет. Гранта вот эта? Одного. Нет? Нет. В аренде? В аренде? Да. А, вы такси, да, получается? Да. Сейчас, получается, на работе находится, да? Да. Понятно. Заявок не было, что ли, пока? Нет. В этот вечер таксисту, по всей видимости, было вообще не до заявок. Работа его интересовала в самую последнюю очередь. До арендованной машины он добрался исключительно для того, чтобы принять на грудь. А потом уже просто покататься. В салоне полицейские обнаружили стаканчики и пустые бутылки из-под спиртного. А спиртного много выпили? Вообще не пил, что? Трезвый, да? Да. Просто устали, что ли? Да. Много работали? Задержанный согласился на месте продуть трубку алкотестера. Хотя прибор показал значительное превышение спирта в организме, мужчина продолжал твердить, что находится в завязке. Якобы уже долгие годы ведет исключительно здоровый образ жизни. 867. Да я не пью. Превышает? Допустимую норму. 9. После оформления протоколов арендованную ладу забрали на штрафстоянку. Как только состоится суд, таксист лишится не только прав, но и работы. Вечером на улице Футчика экипаж ГИБДД попытался остановить Ауди. Водитель, заметив проблесковые маячки, прибавил скорость и хотел уйти от преследования. На улице Габишева иномарку удалось заблокировать, но водитель не согласился общаться со стражами порядка. Ничего не произошло. А не подчинялись зачем сотрудникам? Мы просто разговариваем. Просто разговаривать уже в патрульной машине с гонщиком на Ауди удалось спустя время. Разблокировать дверь и выйти из своей иномарки шофер согласился лишь после того, как полицейские ему доходчиво объяснили, что они готовы пойти на крайние меры, а именно разбить стекла из силы и вытащить его из авто. К такому развитию сценария мужчина был явно не готов. Нет, ничего не пили. Скажите ему. Абсолютно. У вас такой здесь стойкий запах? Нет, это не от меня. От кого? Не знаю. С документами на автомобиле правами у задержанного было все в порядке. А вот его состояние вызывало у инспекторов много вопросов. Мужчина специально тянул время. Долго не мог определиться, стоит ли продавать трубку алкотестера на месте или ехать для сдачи анализа в больницу. Пишите в свою ссору, пожалуйста. Согласны или не согласны? Или мы отказы оформим сейчас, понимаете? Вскоре водитель Ауди все-таки решил ехать в больницу. Но уже в лечебнице мужчина в последний момент почему-то передумал сдавать какие-либо анализы. Помимо крупного штрафа и лишения прав, шоферы должны судить по статье неповиновения сотруднику полиции.